Сочи во все времена привлекал велогонщиков. Здесь мягкий климат и разнообразные интересные трассы. В 60-е и 70-е годы здесь готовили олимпийцев. Здесь вырос Капитонов, олимпийский чемпион наш, орденоносец, орден Ленина, в 60-м году выигравший Олимпиаду. Здесь Колумбет вырос, здесь вырос Пикус, Гусятников. Целая плеяда гонщиков, которые уже на Олимпийских играх в Москве, как Сухорученков, Какаширин, Яркин, Шилпаков, замминистра спорта России. Это все ребята выросли на этих трассах. В качестве эксперимента спортсменов тренировали одно время в Средней Азии, но недолго. Был и перерыв, велогонщики не приезжали в Сочи, когда город готовился к проведению Олимпиады. Гран-при Сочи проводили на территории края. Теперь для спортсменов открыты трассы и на Гуру-Ахун, и на Красную Поляну, лишь бы не подводила погода, как в этот раз, а желание одно. Олимпиаду выиграть? Желание есть, тоже достичь каких-то больших результатов, попасть в какую-то хорошую команду, тоже выиграть Олимпиаду или Чемпионат мира. В завершающий день заездов спортсмены готовились покорять Краснополянские вершины. Старт от Зимнего театра, финиш на высоте 1400 метров лыжно-биатлонного комплекса «Лаура». Среди участников соревнований около 30 сочинцев. Сам по себе велосипед, как транспортное средство в городе Сочи, должно очень активно использоваться. Так как на сегодняшний день все условия для этого в городе уже созданы, можно спокойно передвигаться по всему городу на велосипеде, как альтернативном средстве транспорта всем возрастным группам сочинцев. Единственное правило – это соблюдение обычных правил дорожного движения. По итогам индивидуальных гонок победил Дмитрий Игнатьев из Чебоксар. В групповых заездах лучшими также стали гонщики из Чувашии. Елена Всецна, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...